В тело законодательных изменений заложим невозможность закрепления собственности на выделенные таким образом участки земли за иностранными гражданами. Вот и все. То есть иностранные граждане просто по закону никогда не сможет стать собственником вот этого бесплатно выделенного на дело земли. Также Вы говорили о том, что заявители не смогут бесплатно получить земли вокруг больших городов. Так ли это и с чем это связано? Это связано с простой совершенно вещью. Вот я употребил слово справедливость. Очень опасно войти в ситуацию, когда стоимость земельных участков будет отличаться в десятки раз. А вокруг городов будет именно так, потому что участок расположенный рядом с Владивостоком сегодня стоит достаточно дорого. Он стоит намного больше, чем участок где-нибудь в тайге без инфраструктуры и так далее. И вот дать чиновникам возможность манипулировать, дать возможность там только для себя где-нибудь поближе, а для всех где-то подальше спекулировать этим невозможно. Мы просто и идею самопохороним, и самое главное вызовем у людей такое ощущение несправедливости и нечестности. Поэтому я исхожу из того, что территории вокруг крупных городов, территории с хорошо развитой инфраструктурой, их мы будем продолжать продавать. Их надо продавать открыто, честно, на аукционе, но все-таки продавать, и тогда все будет очень просто. Кто больше заплатил, тот и купил этот участок земли. Но весь наш бескрайний Дальний Восток, мы не можем не использовать его. Мы, раздав гражданам определенное количество земли бесплатно, мы просто задействуем новые экономические мощности. Мы создадим условия для того, чтобы люди работали, чтобы они закреплялись на Дальнем Востоке, чтобы они хотели здесь жить. Вот это для этого, это немножко разные механизмы. Я понял, Юрий Петрович, тогда вот в этой связи такой вопрос. Вы в то же самое время говорили о том, что процесс выделения земли будет максимально простым. В том числе с использованием возможностей интернета. Вот как это будет выглядеть на практике? Мы исходим из того, что человек, по сути дела, по карте электронной, где будет база данных о свободных участках земли. Потому что, первое, мы из предоставляемых участков вырежем, как я уже сказал, территорию вокруг крупных населенных пунктов. Далее у нас есть земли обороны, далее у нас есть земли под линейными объектами, у нас есть земли над месторождениями полезных ископаемых, у нас есть особо охраняемая природная территория. То есть, есть определенные категории земель, которые мы не сможем и не должны раздавать гражданам. Что касается остальных земель, они должны просто висеть на электронной карте, я думаю, что на уровне муниципального образования, потому что на уровне субъекта это такая, и тем более на уровне Дальнего Востока, это такая уж слишком огромный массив информации, картинка слишком большая. В конкретном муниципалитете надо создать электронную карту, где висят все свободные земли. Человек приходит и говорит, я хочу вот здесь, вот это вот мне, пожалуйста, вырежьте. Смотрим координаты угловых точек, записываем в реестр, красим на этой же электронной карте в другой цвет, что она выделена. Ставим номер, заносим в книгу регистрации, что этот участок закреплен за этим человеком. При этом мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы он его дальше ввел в действие, скорее всего, придется провести выделение границ на местности, особенно в тех случаях, когда это будут насыщенные районы, когда мы столкнемся с границами с соседними участками. Потому что люди должны точно знать, что вот этот участок еще мой, а вот этот участок уже Ивана Ивановича. Придется, но это уже работа, которую можно провести следующим этапом, которая уже не должна сдерживать самого главного. Самое главное вырезать кусок и понять, что этот кусок принадлежит данному человеку. Ну и, скорее всего, будет действовать заявительный принцип. То есть человек приходит, если ему выделили этот участок, он определил, то, в общем, этот участок занят. Следующий человек уже, скажем, сталкивается с массивом данных, уменьшенных на площади этого участка. Продолжение следует...